Здравствуйте, это научный экспресс фонда Траектория. Меня зовут Михаил Лебедев, я профессор в школтеха, занимаюсь нейрофизиологией и нейроинтерфейсами. Сегодня мы поговорим о неинвазивных интерфейсах мозг-компьютер. Поехали! Что такое нейроинтерфейс? Нейроинтерфейс это устройство, которое подключается к мозгу, считывает с него активность, декодирует его и переводит в какие-то полезные сигналы. Например, если мы хотим управлять протезом руки, то нужно считывать моторные команды, которые хотели бы управлять этой рукой и в результате протез руки будет подключен к мозгу и человек сможет двигать этой рукой только сигналами собственного мозга. Более того, эта рука может быть оснащена сенсорами, скажем тактильными сенсорами и сигналы от этих сенсоров могут направляться в мозг в виде электрических импульсов, которые будут вызывать соответствующие ощущения. Существует много классификаций интерфейсов мозг-компьютер и одна из них это на неинвазивные и инвазивные системы. Это очень важная классификация. Почему? Потому что, скажем, инвазивные интерфейсы такие, где нужно вставить в мозг электроды, для этого нужна нейрохирургия и много-много чего очень сложно. Неинвазивные интерфейсы не проникают в мозг и поэтому обращение с ними гораздо проще. Скажем, можно использовать электроэнцефалограмму для записи таких сигналов. Что сможет записать электроэнцефалограмма? Например, какие-то сигналы мозга, отражающие желание человека совершить действие. Одним из пионеров таких записей был Грей Уолтер, который в 1963 году произвел такой эксперимент. Он записывал сигналы потенциала мозга у больных и он просил их нажимать на кнопочку, которая переключала слайды в проекторе слайдов. Затем Грей Уолтер стал записывать своими электродами из моторной коры, так называемый потенциал готовности, то есть в то время, когда испытуемые планировали нажатие на кнопки, в моторной коре возникал потенциал, который Грей Уолтер мог зарегистрировать. Затем он отсоединил кнопку от электрической сети и подсоединил вместо нее потенциал готовности, которая записывалась с коры головного мозга. И испытуемые начали переключать слайды в проекторе напрямую мозгом. При этом они удивлялись, я только подумал, пора бы мне нажать на кнопку, а слайд уже переключился. То есть такой интерфейс работал даже быстрее, чем собственная рука испытуемого. Вообще сам термин интерфейс мозг-компьютер придумал Жак Видаль в 1975 году и он был пионером неинвазивных интерфейсов, то есть он записывал только энцефалограмму, у него в маленькой комнатушке сидел испытуемый, на голове были Г-электроды, а большую комнату занимал компьютер, то есть в те времена компьютеры были такие громоздкие и вся эта большая комната обсчитывала сигналы полученные из маленькой комнатушки, где сидел этот испытуемый. И Жак Видал первый получил такие надежные эксперименты с использованием неинвазивной записи сигналов. Но, кстати говоря, и в Советском Союзе в 70-е годы уже велись работы по биоэлектрическим интерфейсам. Лидером этих работ был Виктор Семёнович Гурфинкель, который в 70-м году издал сборник, который называлось «Биоэлектрическое управление», и если почитать этот сборник, то там описаны практически все те проблемы, которые занимают нас сейчас, управление интерфейсами при помощи сигналов мышц, при помощи сигналов внутренних органов, а также сигналами головного мозга. В частности, Гурфинкель был первым создателем нейроинтерфейса, который управлял протезами руки. В данном случае сигналы брались с мышц, но это тоже нейросигнал, и испытуемый с ампутацией руки обретал способность двигать протезом этой руки. Какие основные принципы декодирования информации в неинвазивных интерфейсах? Здесь следует помнить, что неинвазивные электроды, ЭЭГ-электроды, накладываются на поверхность его мозга, у них нет такого детального временного разрешения, как, скажем, электродов, которые вставляются в мозг, и поэтому в первую очередь используется такой принцип пространственного кодирования, то есть смотрят, в какой области мозга возникает активность. Если человек думает о руке, то активность возникает в области руки, думает о ноге, активность возникает в области ноги. Скажем, если я думаю о моей правой руке, то в левой половине моего мозга возникает так называемая десинхронизация, то есть вместо четких ритмов мозга возникают ритмы более высокой частоты и более малой амплитуды. У ученых в их анализе это выглядит как анализ спектра, то есть первоначально имеется ритм, который порядка 10 герц, а затем, когда мысли этого испытуемого обращаются к руке, то этот спектральный пик исчезает, ритм исчезает, возникает десинхронизация. Таким образом можно определять, о какой руке подумал человек. Ну, кстати говоря, в анализе ритмов здесь имеются свои сложности. Скажем, российский ученый Алексей Исачий анализировал ритмы очень тщательно и он показал, что это не постоянная ритмическая активность, какой-то амплитуда, а ритмы возникают пачками. И если, скажем, мы управляем нейроинтерфейсом на основе этих ритмов, то мы управляем частотой, с которой возникают эти пачки. Ну, это детали. А вот нехорошая деталь состоит в том, что очень часто люди, которые записывают электроэнцефалограмму, они записывают еще много артефактов. Скажем, если испытуемый покачал головой, может возникнуть механический артефакт, а если он напряг мышцы, которые находятся на черепе, еще возникает артефакт, связанный с активацией этих мышц. К сожалению, долгое время литература по неинвазивным интерфейсам, она не анализировала эти артефакты. И, скажем, иногда продаются игрушки интерфейс мозг-компьютер, где вам предлагают силой мысли что-то поднять шарик вверх в воздухе и так далее. Если это довольно подозрительно выглядящее изделие, то, скорее всего, оно управляется артефактами, а не реальными сигналами мозга. Но существует вид интерфейса, который не слишком чувствителен к артефактам, и он называется экзогенным интерфейсом. Почему он экзогенный? Потому что он зависит от того, что некая информация поставляется в него извне. То есть, например, испытываемый смотрит на экран, на котором мелькают циферки или буковки, и он смотрит на какую-то букву, например, букву А, и считает каждый раз, когда эта буква А мелькает. Тогда в его мозге возникает так называемый потенциал P300, который отражает внимание к этой букве и то, что он на нее смотрит. И тогда ученый записывает эти потенциалы, видит большой ответ, он говорит, это означает, что испытуемый в данный момент смотрит на букву А. Это очень важный результат, потому что он позволяет парализованным людям общаться с внешним миром. То есть, человек не может двигать ни руками, ни ногами, он парализован, он смотрит на экран, смотрит на одну букву, на вторую, на третью. Относительно медленно, но верно, он может печатать на компьютере и выражать свои мысли. Есть еще форма такого же интерфейса, но там лампочки мелькают быстрее, и он называется по-английски steady state visual evoked potential, и в таком интерфейсе анализируется спектр сигнала. То есть, если испытуемый смотрит на мишень, которая мигает с частотой 9 Гц, это одно, и смотрит на мишень, которая мигает с частотой 7 Гц, это другое. Спектральный пик возникнет на другой частоте, это можно определить, и таким образом человек довольно быстро может управлять таким нейроинтерфейсом. Можно использовать не электроэнцефалограмму, можно использовать другие подходы. Скажем, можно использовать функциональное МРТ. В данном случае человек лежит в МРТ-сканере и, скажем, думает о движении одним пальцем. По тому, в каком месте мозга возникает активация, которая регистрирует МРТ, можно определить, о каком пальце подумал испытуемый, и затем этот сигнал может быть направлен к руке робота, который повторяет мысли испытуемого. В данном случае декодирование происходит с задержкой по природе МРТ-сигнала, но, тем не менее, пространственное разрешение этого подхода довольно хорошее, поскольку можно считывать информацию со всего объема мозга. Другой вариант – это функциональная спектроскопия в ближнем инфракрасном свете. Здесь через череп мозг освещается светом в диапазоне ближнего инфракрасного света, и по ответам мозга можно определить, какая область мозга в данном случае активируется. Скажем, при помощи такого интерфейса можно использовать ментальную арифметику, то есть человек извлекает кубический корень, и это детектируется, и выдается как некий выходной сигнал. Если он извлекает, скажем, квадратный корень, то сигнал другой, и таким образом можно управлять этим интерфейсом. Можно даже записывать активность не мозга, а, скажем, считывать сигнал с мышц, которые находятся на поверхности тела. Сигналы – это довольно высокой амплитуды, и с ним легко обращаться, но это совершенно законно, поскольку мышцы напрямую соединены с мото-нейронами, а мото-нейроны – это часть нервной системы. И, скажем, можно таким образом декодировать письмо, то есть человек пишет, но вместо «Траектория пера» мы считываем активность мышц, и мы можем восстановить, что же человек написал. Это всё об неинвазивных интерфейсах. В следующей лекции мы поговорим об инвазивных интерфейсах. Подписывайтесь на канал фонда «Траектория», ставьте лайки, делитесь с друзьями. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok